Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Невзорова, я золотой директор компании Reflame. Живу я в городе Котлас, Архангельской области. И так как я являюсь лидером компании Reflame, мне очень часто в социальных сетях присылают вопросы консультанты даже других структур. Консультант Ирина прислала мне такой вопрос. Посоветуйте, какой видеофильм или книгу освоить, чтобы разбудить в себе навык командообразования, харизму и лидера для организации. В Reflame 8 лет, уровень зигзагообразный 6, 9, 12, 15, 9, 12, 6. Многое знаю, понимаю. Когда при контакте с людьми всплывает мой комплекс, то есть отсутствие харизмы, хотя многие говорили мне, что много интересного узнали от меня про Reflame, но заключение сделки у меня почему-то сводится на минимум. Внутри меня сильная вера в Reflame, в команду моего спонсора, наставника, и в себя вера есть, но, наверное, недостаточно. Заранее спасибо, с уважением, Ирина. Такие вопросы очень часто приходят. И вот по поводу книги, что я могу вам сказать? Книг сейчас очень большое количество, но вот я считаю, что для сетевого маркетинга самая полезная книга, которую самую первую нужно прочитать, это книга Дон Фелла «Десять уроков на салфетках». Вот там четко расписана вообще система работы. Как вообще формировать навык командообразования? Команда образования – это взаимоотношения. То есть вот когда я пришла в Reflame, мне мой спонсор, ныне бриллиантовый директор компании Reflame, всегда говорила, что Reflame – это не бизнес-продаж, это бизнес-отношений. И как ты построишь здесь отношения, так и будет у тебя расти бизнес. За те годы, которые я работаю в компании Reflame, я, конечно, много копий сломала, тоже училась на своих собственных ошибках, как не печально это бывает, но это происходит чаще всего, что мы учимся на своих ошибках. Но самое важное – именно научиться делать выводы и анализировать те ситуации, которые происходят с вами. Как сформировать навык командообразования? Ну, вообще самое первое – это нужно построить взаимоотношения на любом уровне. Предположим, уровень «Вы» и клиент. То есть сначала, когда новичок приходит в компанию Reflame, он строит взаимоотношения со своими клиентами. Это очень важно сделать, потому что самые лучшие клиенты могут стать вашими партнерами в будущем. Они могут стать консультантами, потребителями продукции уже со скидкой 18% или более. Поэтому вот это то, с чего нужно обязательно начать – с построения взаимоотношений. Дальше формируются взаимоотношения обязательно вы и ваш верхний спонсор. Часто очень бывает, что когда новичок приходит в компанию Reflame, и спонсор ему говорит, что нужно делать, предположим, 20-30 звонков в день, новичок говорит о том, что, наверное, это много, я буду делать 10. Но спонсор-то он лучше знает, что надо делать, если вы хотите расти по карьерной лестнице здесь. Поэтому слово «спонсор» – это закон. И вот мне очень нравится такое выражение, когда спонсор говорит, что нужно что-то сделать, не надо спрашивать зачем, надо спрашивать сколько раз. И вот это вот те взаимоотношения, которые вы строите по отношению к своему спонсору. Далее. У вас есть клиенты, которые рано или поздно посредством ваших рассказов о компании Reflame, о ваших предложениях, чтобы, например, оформили дисконтную карту, будут становиться вашими консультантами. И здесь строятся немножко уже другие отношения. Часто они формируются на уровне курица-наседка. То есть вот у меня есть новичок, я трясусь с ним, я за него могу заказ забрать, я за него могу заказ разместить, я за него даже могу оплатить его заказ. А потом получается, что все это выходит боком. И вот такие взаимоотношения, они ни к чему хорошему не приводят. И вот когда вы научитесь строить взаимоотношения на уровне вы клиент, вы консультант, вот тогда у вас будет формироваться навык командообразования. Почему? Потому что те люди, которые, те консультанты, которые будут наиболее активны, которые будут активно реагировать на ваши просьбы, которые захотят именно расти в компании Reflame, они будут присоединяться к вам в вашу команду. И вы уже будете работать с ними как с ключевыми консультантами. Их еще нельзя назвать бизнес-партнерами, но их можно уже будет назвать ключевыми консультантами. Ключевых консультантов будет огромное количество, их может быть много. Но бизнес-партнеров компания рекомендует от, предположим, трех человек до максимума девяти-десяти, потому что большим количеством людей управлять очень сложно. Таким образом, как формируется навык командообразования? Первое, о чем мы поговорили, это из складываемых взаимоотношений с вашими подопечными. Второе. Какие мероприятия проводить для того, чтобы этот навык формировался? Не только у вас, но и у ваших ключевых консультантов. Это различные тусовки. То есть начинать нужно именно с них. Это шашлыки, это выезды на природу, это может быть совместное путешествие куда-то, предположим, экскурсии. Это могут быть совместные семинары, на которые вы ездите. Это могут быть мероприятия от компании, которые вы посещаете все вместе. Это могут быть чаепития в офисе. То есть вот я знаю, что в большей структуре строится, очень большое количество структур больших строится на чаепитиях. То есть когда в офисе всегда кипит чайник, Конечно, в некоторых офисах есть такая возможность, в некоторых офисах нет такой возможности, но когда я начинала строить команду в самом-самом начале своего пути в Арифлейм, я такие чайные встречи устраивала у себя дома. То есть я приглашала консультантов, которые были ключевыми консультантами к себе домой, мы отмечали праздники вместе, мы вместе пили чай, обсуждали какие-то вопросы, были у нас моменты, когда мы вместе выходили в кафе, и вот таким образом строилась наша команда. Далее, кроме вот этих развлекательных тусовок, очень важно проводить совместные мероприятия. Вот с чего я начинала в свое время, мы проводили дни клиента. Каким образом это происходило? Я приглашала, предположим, консультантов, с каждым разговаривала лично, предлагая ему поучаствовать в организации дня клиента, для того, чтобы его клиенты могли прийти сюда в качестве гостя на день клиента. И консультант говорил, да, я буду в этом участвовать или нет, не буду в этом участвовать. У нас сформировалась команда. Мы разбивали блоки дня клиента друг между другом, и каждый блок готовил один из ключевых партнеров. Вместе собирались, репетировали, смеялись, огорчались, радовались, ругались, в общем, все было. Потому что, когда формируется навык командообразования, есть такой этап, который называется бурление, когда люди начинают притираться друг к другу. Есть люди, которые хорошо работают в командах, есть люди, которые не хотят подчиняться работать в команде, потому что один из критериев это соблюдение определенных правил и соблюдение определенной дисциплины. Вот у нас тоже была девчонка одна, которая никак не хотела приходить на общие репетиции. И мы из-за нее могли бы сорвать мероприятие. То есть мы не знали, подготовиться она, не подготовиться. И, в общем, получилось так, что мы ее где-то там выцепляли. И вот таким образом все-таки мероприятие мы в тот раз провели. У нас на первое мероприятие пришло 39 клиентов. На второе мероприятие уже подобного рода у нас пришло 96 клиентов. Поэтому вот такие мероприятия очень полезно практиковать. И для команды это будет плюсом, и для клиентов это будет плюсом. То, что касается все-таки харизмы. Харизма — это притяжение. И притяжение — это первая составляющая во взаимоотношении. То есть когда вы начинаете строить отношения, если вам нравится человек, вы будете с ним в контакте, в контакт вступать. Если вам не нравится человек, вот хоть что вы делаете, но он будет это чувствовать. И вот это, если вот это не случится, вот это притяжение конкретно, а как его выработать? Ну вот если мы говорим об отношениях мужчины и женщины, то есть такое понятие или любовь с первого взгляда, или симпатия с первого взгляда. Или вот муж говорит, химическая реакция еще может какая-то возникнуть. И так вот если эта химическая реакция возникает между вами и вашим клиентом, между вами и вашим консультантом, то считайте, что все остальное — это уже второе. Как научиться притягивать людей? Ну, мне кажется, самое первое — это научиться нужно любить себя. Вот это самая распространенная ошибка, особенно у женщин, потому что женщины любят всех — мужей, детей, семью, консультантов, но не любят себя. А что значит любить себя? Это не в том плане, что все время себя гладить по головке и говорить, ой, какая я замечательная, а это именно с любовью и с уважением относиться к себе. Посмотреть, как вы выглядите, побаловать себя какими-то там спа-процедурами, например. Стараться сделать так, чтобы все, что вы делали, именно в первую очередь вам доставляло удовольствие. И если вы будете счастливы, то будут счастливы все люди, которые вас рядом окружают. Поэтому как вот поймать вот эту вот нить тонкую, которая называется притяжение, и свить ее в клубок, который будет называться взаимоотношения уже, вот это, конечно, искусство. Я сама этому еще учусь, потому что есть лидеры, которые притягивают даже на расстоянии. Вот я, например, смотрю видео, и я хочу быть таким же, как этот лидер. Вот это здорово. Конечно, на каждом уровне свой уровень притяжения, но это качество нужно развивать в себе. И начните именно с себя, начните любить себя в самую первую очередь. И не эгоистичной любовью, а именно вот той заботливой и уважительной по отношению к себе. Начинайте уважать себя, уважать свое мнение. Не наступайте на горло собственной песни. И если вам действительно нравится Арифлейм, если вы действительно верите в то, что эта компания может вам принести успех, то полюбите себя в этой компании, полюбите тот продукт, которым вы пользуетесь, полюбите ваших спонсоров и ваших клиентов и консультантов. И тогда, я думаю, что вы поймаете вот эту птицу, которая называется притяжение. Что же еще входит в понятие взаимоотношения, кроме притяжения? Есть еще взаимные обязательства. Вот если вы начинаете строить команду, то нужно обязательно говорить правила игры. И взаимные обязательства, которые вы даете друг другу, должны обязательно соблюдаться. То есть если с одной стороны вы видите, что обязательства не соблюдается, то ничего не получится. И не надо тратить все время на эти взаимоотношения. Потому что если игра идет только в одни ворота, очень сложно построить бизнес, так как здесь, я уже на собственном опыте могу сказать, люди могут, помогая друг другу, то есть выполняя взаимные обязательства, строить именно команду, строить свою структуру и расти по карьерной лестнице. Как же заключить сделку? Ну для заключения сделки есть специальные тренинги, называется тренинги по продажам. Вот тут вопрос просто прозвучал у Ирины. Вообще есть несколько этапов продаж, в продаже. Есть восстановление контакта, вот этого взаимопритяжения. Есть подготовительный период, который включает в задавание вопросов и выяснение потребностей у клиента. Есть, собственно, презентация, когда мы рассказываем о том, в чем испытывает потребность клиент. И, конечно, очень сложно, вот иногда бывает новичку, заключить сделку. Потому что сделка – это та точка, которую нужно поставить именно в продаже. И особенно сложно это сделать человеку, который не уверен. Вот однажды я смотрела тренинг Сергея Азимова, его можно найти в интернете. И Сергей Азимов рассказал, что клиент чует вашу веру на расстоянии, как акула чувствует каплю крови на очень огромном расстоянии. Потому что вот это та как раз химия, которая происходит независимо от вас. И ваш клиент, и ваш консультант, например, потенциальный, он чувствует вот это сомнение, вот эту червоточину, эту точку сомнения в вас. И поэтому он к вам не присоединяется. Как верить в себя? Судя по тому, что Ирина написала, что в Reflame уже 8 лет, а уровень зигзагообразный, то по тому, как вообще строится ее бизнес, можно сказать, какие навыки у нее не развиты. То есть совершенно верно она определила о том, что у нее не развит навык командообразования. Потому что, скорее всего, нет ключевых партнеров в глубине. То есть если консультант выходит на 15%, и потом с 15% падает вниз, это говорит о том, что у него достаточно большая первая линия, и у нее нет глубоких веток. То есть у него нет 12%-ников, нет менеджеров. А 12%-ники появляются только когда под ними появляются 9%-ники. А 9%-ники появляются тогда, когда под ними появляются 6%-ники. Поэтому вам, Ирина, нужно сейчас акцент сместить на построение структуры в глубину. Каким образом это сделать? Есть у меня видео, которые записаны на эту тему, как строится структура в глубину. То есть вы работаете с ключевыми партнерами, которые находятся одни под другим. Также у меня есть курс из 16 занятий. Курс этот платный. На нем обучилось уже более 100 человек, более 200 даже человек. Потому что вела я его и в платном режиме, и в бесплатном режиме. Поэтому можно приобрести этот курс. И, пожалуйста, изучайте все навыки. Они там даны как раз начиная с самого начала. И растите по карьерной лестнице. Поэтому, Ирина, все у вас получится, если вы начнете именно с себя. То есть постарайтесь походить сейчас на тренинги. Может быть, есть тренеры в вашем регионе. Может быть, в интернете посмотреть. Тренинги именно личностного роста. Очень хороший тренинг, который помог моим консультантам, это тренинг уверенного поведения. Он так и называется. Тренинг уверенного поведения. Он включает в себя комплекс различных заданий, которые позволяют человеку выйти из его зоны комфорта и начать действовать. Поэтому вот это то, что я бы вам посоветовала на сегодняшний момент. Ну и второе, конечно, это слушать спонсора. То есть обратитесь к спонсору, скажите, что вы очень хотите вырасти до уровня 22%, а может быть, даже и больше. И пусть он вам подскажет, что вам нужно сделать. И просто четко запишите задачи, над которыми вам нужно будет поработать. И работайте. Может быть, мы делаем недостаточное количество действий, поэтому мы и находимся на тех же самых уровнях, на которых и сидим там годами. Если ваш спонсор не может вам дать информацию, которая вас бы удовлетворила, у каждого спонсора есть вышестоящий спонсор. Идите именно до того человека, достучитесь до него. Пусть даже он находится на очень высоком уровне. И я думаю, что он вам поможет.